Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем о главных событиях округа к этому часу. Смогли сохранить жизненно важные органы. В Нижневартовске провели уникальную операцию годовалому ребенку. Теперь радиоведущих не только слышно, но и видно. Медиахолдинг Югра обновил оборудование. 136 км в час. Такую скорость развивает болид, который собрали студенты Югу. Какие еще преимущества у этой машины? И обо всем подробнее прямо сейчас. Представители Донецкой Народной Республики работают в Югре. Сегодня молодые активисты из Макеевки получили письмо с приглашением на форум «Утро» от губернатора Натальи Комаровой. Так уже в августе 10 человек смогут презентовать свои проекты и идеи в Ханты-Мансийске. Напомню, форум «Утро» пройдет в две смены с 1 по 10 августа. Его участниками офлайн станут полтысячи молодых людей со всего Уральского федерального округа. Стоит отметить, что каждая из территорий разработает свою площадку. Например, Югра представит Урал креативный. Свердловская область презентует Урал комфортный. За экологию будет отвечать Ямал. Не так давно наш губернатор Наталья Владимировна была у вас в гостях. Было подписано соглашение социально-экономическое. И надеюсь, что в ближайшее время мы активно включимся в реализацию этого соглашения. Уже подготовлен план работы. Сейчас он проходит согласование. Отдельно в этом плане есть комплекс мероприятий, направленных на развитие наших взаимоотношений, нашего сотрудничества, связанного в первую очередь с развитием молодежной политики, как нашего региона, так и вашего. Поэтому здесь будем активно общаться и вырабатывать какие-то совместные мероприятия. Стоит отметить, что в Югре по поручению Натальи Комаровой прорабатывается план участия жителей Макеевки в конкурсах на грант-губернатора. Сегодня стороны обсудили перспективные направления социального проектирования и поддержку инициатив жителей ДНР. Договорились, что до середины июля активные жители Макеевки включатся в работу и помогут определиться с тематикой востребованных проектов и целевой аудиторией. Речь о тех, кто нуждается в поддержке и тех, кто может ее оказывать. Мы уже с ребятами разрабатываем образовательную программу. Если получится, мы подумаем, как ее дистанционно, либо с участием тех представителей Югры, которые находятся в городе, мы ее будем проводить. Но так или иначе будет образовательная программа, связанная с социальным проектированием. Что такое социальный проект, что его отличает, какие элементы обязательные в нем, как готовится эта заявка. Вся молодежная политика сейчас переориентирована на волонтерскую деятельность. То есть это то, что на данный момент актуально. Но мы не оставляем моментов этих и продолжаем работать в этом направлении. Тот опыт, который мы получим, приобретем у вас. Он очень важен для нас. И мы будем применять его на территории ДНР. Югорчане собрали для молодежи Донбасса больше двух тонн подарков. Очередной сбор гуманитарной помощи в округе посвятили Дню молодежи. Особенность акции в том, что это персональные посылки. От жителей Югры, жителю Донбасса. Молодые люди в своей коробке добра, помимо полезных вещей и продуктов, вкладывали письма, открытки и сувениры с югорской символикой. Всего в 32 точках сбора приняли 180 молодежных коробок добра. Добавлю, акция стартовала в День России и продлилась больше двух недель. Гуманитарную помощь со всего округа отправят из Сургута в Донецкую Народную Республику. Не просто так наш район называется неравнодушным. Жители все очень болезненно относятся к тому, что происходит. И все стараются друг другу помогать. Мы собрали и принесли сахар, кофе, чай, там крупа. Я не могу представить, как там мои ровесники живут, кушают. Они не могут сделать то, что я могу сделать здесь, в мирном поселке. Добавлю, с февраля 2022 года гуманитарный корпус Югры доставил в Донбасс более 330 тонн гуманитарной помощи. Волонтеры, которые сейчас работают под Мариуполем, раздали местным жителям более 90 тысяч порций горячей еды и 67 тысяч булок свежего хлеба. За последние три года уровень детского травматизма в Ханты-Мансийске снизился на 5%. Об этом сообщает пресс-служба окружной клинической больницы. По словам врачей, это связано в том числе с дистанционным обучением в школах из-за пандемии коронавируса. Вместе с этим медики отмечают, что показатель вновь начал расти в прошлом году после снятия ограничений. Наиболее тяжелым видом является транспортный травматизм. Однако он показал стойкую тенденцию к снижению и уменьшился почти на треть. В рейтинге травм самые частые. В области стопы, далее запястья и кисти, на третьем месте травмы головы. Нижневартовские врачи провели уникальную операцию. В окружной клинической детской больнице помогли годоваловому мальчику с редкой патологией. Утроение мочевыводящих путей. В мире описано не более 20 таких случаев. Врачи успешно провели пятичасовую операцию, сохранили ребенку обе почки. Несмотря на то, что при таких случаях принято удалять пораженный орган. Данный подход дает шанс сохранить пациенту качество жизни и уменьшить восстановительный период. Продумывали тактику и готовились нижневартовские медики несколько месяцев. Как рассказали сами врачи, реабилитацию мальчик прошел хорошо и идет на поправку. Вскоре ему предстоит удаление временного стенда, а через полгода обследование, после которого можно будет подвести итоги и делать прогнозы. Страшно было, конечно, раз случай редкий, не изученный, наверное, сильно. Конечно, было страшно, но доверились врачам, а куда деваться. Операции боялась предстоящей. Тем более сказали, что операция будет сложная, что длиться будет долго по времени. Когда врач пришел, сказал, что операция пошла успешно. Прям такой камень из души упал. Морально тяжело, эмоционально тяжело, потом уже тяжесть физическая ощущается. А во время операции все было технически выполнено, четко и верно. Данную патологию мы, в принципе, знали, что с ней сделать. Просмотрели литературу, просмотрели открытые источники, статьи. Тактика лечения, тактика хирургического ведения пациентов была, в принципе, ясна. Технически это было выполнимо. В Сургутской травматологической больнице откроют палеотивное отделение. Под него выделяют 10 коек для пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Сейчас в травмбольнице набирают штат для нового отделения. Вакантные места заведующего и врача по палеотивной помощи, а также несколько сестринских ставок. Кстати, специализация медиков не так важна в палеотивной помощи. Главное, чтобы был внутренний ресурс. Ведь помощь неизлечимо больным людям заключается не только в обезболивании и устранении симптомов, но и психологической поддержке пациентов и их родных. О других новостях на просторах интернета в нашей постоянной рубрике Юграру. В Югре обезвредили мину времен Великой Отечественной войны. Об опасной находке в полицию сообщил житель Югорска, который проводил земляные работы в одном из микрорайонов города. Группа разминирования ОМОНа незамедлительно выехала на вызов, обследовала и обезвредила снаряд. Он содержал около 115 граммов тротила. Эксперты отметили, что несмотря на десятки лет, которые мина пролежала в земле, она отлично сохранилась. Добавлю, что специалисты отвезли оружие на специализированный полигон и там утилизировали. Югорский государственный университет вошел в десятку лучших вузов Урала. Международная информационная группа «Интерфакс» опубликовала рейтинг, в котором университет окружной столицы расположился на седьмом месте. Всего в этом списке представлено 22 вуза УРФО. К слову, лучшим показателем во всероссийском рейтинге у Югорского госуниверситета стала социализация. В этой категории ЮГУ разместился на 62-63 месте в общей зачетной таблице. Добавлю, что составители рейтинга оценивали работу 358 вузов России по шести критериям, среди которых образование, бренд, исследование, интернационализация, инновации и социализация. В Югре запустят производство древесной муки. Такой проект по утилизации отходов лесопиления планирует осуществить лесопромышленный комбинат «Самза». Для реализации этой цели региональный фонд развития предоставит предприятию около 41 миллиона рублей. С началом производства организация создаст 15 рабочих мест. Отмечу, что основными потребителями древесной муки являются химические заводы и фабрики по изготовлению строительно-композиционных материалов. К слову, у компании «Самза» уже заключен предварительный договор с предприятием «Беллсорб Групп» из Башкортостана. Архив станет доступнее. Перевод услуг ведомства в электронный формат обсуждают сегодня на заседании Научного методического совета архивных учреждений Уральского округа. В нем принимают участие представители служб 14 регионов России. Совсем скоро доступ к историческим документам, выпискам и справкам можно будет получить, не выходя из дома в электронном виде. Отмечу, по темпам создания электронного фонда югорские архивы занимают лидирующие позиции в стране. В них оцифровано уже более 20% документов. Кроме того, окружной архив участвовал в разработке и реализации множества проектов. Среди них «Победа одна на всех», который включает в себя документы времен Великой Отечественной войны. Этот проект получил высокую оценку на федеральном уровне. Мы видим, к сожалению, что в мире сейчас нарастают тенденции, которые призывают пересмотреть те исторические традиции, подходы оценки, которые сложились в нашем мире. Вот архивы – это то место, где сконцентрирована истина, того, как это было на самом деле. На сегодняшний день на федеральном уровне мы разрабатываем такую государственную информационную систему, которая позволит пользователям, независимо от того, в какой точке нашей страны или в других странах они находятся, они смогут зайти на этот ресурс информационный, ознакомиться со справочно-поисковыми системами, которые на сегодняшний день есть. Прежде всего, пока по федеральным архивам. В том числе, там будут представлены возможности и поиска с использованием искусственного интеллекта. В Югре дизайнеры получат финансовую поддержку. Как сообщили в Центре гражданских социальных инициатив региона, правительство округа планирует учредить грант по направлениям интерьерный дизайн и мода. Креативные индустрии смогут представить идеи жюри и получить стартовый капитал на реализацию. Отмечу, в нашем регионе это направление довольно распространено. В округе есть несколько театров мод, известных по всей России, и стильных брендов, которые производят молодежную одежду с югорским колоритом. Добавлю, что финансовая поддержка будет довольно ощутимой. Так, например, в мае грантовый проект «Вышка» распределил 8 миллионов рублей среди начинающих медиадеятелей. Эти деньги пошли на съемки фильмов, сериалов и запуск блогов. Мы рассчитываем, что благодаря таким мерам поддержки у нас не только свои Роберты Родригеса и Тарантины появятся, но и еще и модельеры, кутюрии. И появятся целые настоящие линейки одежды, которые можно будет носить повседневно, либо в вечерние коктейльные платья. Почему нет? Новая страница главного югорского радио. Вещание уже идет из студии с современным оборудованием, которое привезли с северной столицы страны. Радиослушатели не только получают кристально чистый звук, но и могут увидеть кухню радиовещания. Подробности в сюжете моих коллег. Овны, вам рекомендовано наблюдать за развитием событий со стороны и пока не вмешиваться в них. Тельцы, и сегодня можете смело отложить дела на потом и позволить себе небольшую паузу. Сегодня ведущие радио Югра выходят в эфир уже из обновленной студии. Косметический ремонт всего лишь малая часть. Теперь здесь только цифровое оборудование. Это означает, что до радиоприемников слушателей доходит чистый звук без искажений и помех. Кроме того, теперь здесь есть профессиональные видеокамеры, которые помогли установить специалисты из Санкт-Петербурга. Одно из новшеств – это система визуализации. Новомодные явления сейчас в радиовещании. Радио превращается немножко в маленький такой телевизор, потому что аудитория все больше и больше потребляет именно видеоконтент. Для нас это возможность делать интересные проекты, показывать слушателям наших гостей. Идея разнообразить аудиоформат возникла еще год назад, но нужно было новое оснащение, а из-за пандемии возникли проблемы с поставками. Поэтому ремонт отложили. Сейчас стриминг идет в социальных сетях, в планах включения в телеэфир. Тем более, подобный опыт уже есть. Еще до модернизации студии наладили контакт с коллегами из программы «С 7 до 10» на нашем телеканале. Ранним утром в 7.30 утра обе студии связывались, общались на какие-то общие темы, задавали друг другу вопросы и так далее. Это было классическое телевизионное оборудование. Здесь были протянуты кабели всевозможные, стояла отдельная камера, был оператор, который должен был отслеживать все происходящее. Теперь это происходит автоматически. Соответственно, совмещать эфир стало легче. Так что в планах радиостудии новые проекты с появлением на телеэкранах и во время дневных ток-шоу. Алена Поставалова, Владимир Дадыка, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Игорчане делятся опытом с начинающими управленцами со всей страны. В Ханты-Мансийск приехали 10 победителей уже четвертого по счету сезона Всероссийского кубка по менеджменту «Управляй». Этот проект направлен на развитие управленческого потенциала студентов и выпускников российских вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет. В столице региона их ждет образовательный курс от команды «Югры». Гости окружной столицы уже побывали в Центре управления регионом. Узнали о том, как в округе развивается промышленность и поддерживается бизнес. А еще пообщались с директором окружного департамента культуры. В ходе дискуссии Артур Латыпов рассказал о своем карьерном пути и пригласил участников совершить экскурсии по Центру искусств для одаренных детей Севера. Здесь победители кубка «Управляй» познакомились с молодыми дизайнерами, победителями окружного конкурса «Бренд Югры». Мы объединили учреждения нашей государственной культуры. Кто-то умеет изготавливать хорошо, кто-то умеет думать хорошо. И уже когда мне прислали работу, я уже знаю победителей, у меня в голове другая мысль. Можно вообще отходить от бренда «Югры». Уже позиционировать каждого дизайнера отдельно. Отмечу, что приехавшие в Югру молодые управленцы, помимо знакомства с Ханты-Мансийском, посещения его знаковых мест и общения с ведущими управленцами региона, посоревнуются в студенческой лиге национального финала чемпионата Global Management Challenge. Он пройдет в окружной столице с 29 по 30 июня. «Сейчас они как раз участвуют в образовательной программе, которая направлена на, как я уже говорил, развитие управленческих навыков. Главная наша цель, чтобы ребята, пообщавшись и послушав лекции мастер-класса спикеров, которых мы зовем на сессии, приняли для себя этот опыт, могли узнать ответы на вопросы, которые их волнуют, потому что большинство из них уже работает или стажируется в компаниях по всей России, кто-то является предпринимателем». В Сургуте решат проблемы подростков. Эту миссию на себя взял музыкально-драматический театр. Новый проект театралов «Мне не больно» нацелен на мягкое обсуждение деликатных вопросов через творчество. Здесь не будут оценивать поступки подростков, ругать или придираться. А на примере героев книг и спектаклей покажут, как можно решить ту или иную проблему. Театральная лаборатория – новый формат работы сургутского музыкального-драматического. Его поддержал Союз театральных деятелей России и выдал грант 450 тысяч рублей. Что ждет подростков в лаборатории, расскажет Екатерина Нефедова. Обделенная аудитория – так говорят про подростков сами театралы. Они много работают для детей и взрослых, а вот тонкости переходного возраста как-то не затрагивали. Исправить этот пробел решили новым форматом – творческой лабораторией. Такого в Сургутском музыкально-драматическом театре тоже еще не было. Это своего рода исследовательский проект, который будет включать целый цикл мероприятий в нашем случае. То есть он предполагает читку пьес. Это будут выбраны молодые драматурги. Наши артисты будут читать пьесы. То есть это будет именно чтение. Они будут держать перед собой лист бумаги артисты и читать не так, как это происходит в спектакле, а будут сидеть на сцене и зачитывать чтение по ролям. В рамках лаборатории также будут поставлены четыре мини-спектакля по произведениям современных российских и зарубежных авторов. Тинейджерам даже удастся поговорить с автором нашумевшего романа «Калечина-малечина» Евгения Некрасовой, которая как раз и поднимает в книге подростковые проблемы, травлю в школе, родительский контроль и даже вещи куда более страшные. Мы хотим поговорить с детьми, с подростками о проблемах и показать им варианты решения этих проблем, проблемных ситуаций, которые могут возникать в их жизни, такого безболезненного решения, правильного выхода. Причем это будут такие безоценочные обсуждения, то есть не на оценку, как в школе, знаете, вот ты правильно ответил, а ты неправильно. Любое мнение здесь будет важным и будет учитываться. Идею проекта и его формата оценили в Союзе театральных деятелей России. Творческая лаборатория Сургутского музыкально-драматического театра и поднимаемые ею проблемы удостоились гранта в 450 тысяч рублей. В любом случае, если бы даже мы не выиграли этот грант и нам бы не дали эту субсидию, мы бы делали этот проект. Но в этом случае нам облегчает многие возможности, многие потребности. Тем более сейчас, когда у театра такой послепандемийный период выхода не совсем, как бы, конечно, как и у всех, наверное, театров провинциальных, не совсем благополучная финансовая обстановка. И, конечно, он не перекрывает всех проблем, но помогает перегрыть огромную часть их. Проект «Мне не больно» реализует в ноябре этого года. На целую неделю Сургутский театр станет местом притяжения не только для подростков, но, как надеются организаторы, и для их родителей. Участники даже посодействуют театралам в расширении репертуара. Выскажутся, какой из мини-спектаклей им понравился больше всего. Произведения расширят и поставят на сцене уже для зрителей. Екатерина Нефедова, Юрий Чанцев, телерадиокомпания «Югра», Сургут. Расчеты «Совершенная инженерия». Студенческий болид «Фантом» успешно прошел испытания скоростью. Команда Егорского государственного университета вернулась с фестиваля технических видов спорта в Нефтьюганске. Там, на специально оборудованной трассе, пилот сумел разогнать автомобиль до 136 км в час. Сейчас выпускники готовятся к защите дипломов по проекту новой модели болида. Подробности в следующем сюжете. Единственный студенческий болид в Югре показал потенциал. На гонках в Нефтьюганске он смог пройти 402 метра меньше, чем за 14 секунд. И это при том, что ограничитель мощности снимать не стали. Участники конструкторского бюро на базе Югорского государственного университета сами разработали каждый механизм. Для них драгрейсинг на окружном фестивале имеет особое значение. Ведь до этого гоночный автомобиль проверяли только во внутреннем дворе университета. Места мало и разогнаться негде. В таких условиях все возможности конструкции не определить. Мы туда заявили, зарегистрировались. Организаторы с удовольствием приняли нас, так сказать. Мы вам предоставим такую возможность, чтобы вы замерили свои динамические качества. Потому что мы не будем участвовать в гонках, нам нужно замерить только динамические качества. Были и другие трудности. Так, для штучного производства очень тяжело найти материалы. Да и готовые детали подходят далеко не все. Они должны соответствовать регламенту. Например, трубы для рамы определенной толщины и диаметра. Еще и на холодную обработку пескоструй машину возили из Канты-Мансийска в Сургут. Поэтому конструирование затянулось на 4 года. Нам приходилось еще искать изготовителя. И не все берутся за разовые денежные заказы. Вот 50 деталей мы изготовим. 100 деталей мы изготовим. Буквально недавно, в мае месяце, связывался с омской фирмой, у которой там парк станков с ЧПО. Говорю, ребята, вот возьмете? Да, возьмемся. Присылайте чертежи. Чертежи прислал, спрашивает. Сколько надо заготовить? Мне нужно изготовить 4 детали одинаковых. Нет, мы такое не берем. В заезде участвовали выпускники. Сейчас они готовятся защищать диплом по проекту уже нового болида. Участники конструкторского бюро в дипломной работе рассказывают про части в механизме, которые разработали самостоятельно. К слову, чтобы попасть в команду, не обязательно учиться на инженера. Руководитель считает, что достаточно желания. Водить болид совершенно не то же самое, что водить машину. Однако, права категории Б нужно получить. Мне разрешили прокатиться, но заводить болид нельзя. Участвовать в гонке в качестве пилота мечтают многие студенты. Но за руль попадают только те, кто знаком с конструкцией, то есть участвовал в ее создании. Алена Поставалова, Александр Шулдиков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Жители Урая поставили всероссийский рекорд по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа. Спортсмены-любители отжимались 8 часов к ряду. В одном подходе участвовало по 20 человек. Всего рекордсменами пожелали стать около тысяч горожан. Они вместе смогли отжаться 70 тысяч один раз. Результат зафиксировали. Он попадет в Книгу рекордов России. Хороший вид спорта, который не требует инвентаря, который позволяет делать это массово. Для этого вида нужна только ровная поверхность и желание. Мы сделали два подхода. Планируем, пока не умрем. Будем здесь до конца до того вообще сидеть. Сегодня мы показываем всей стране, что мы можем тоже и в Книгу рекордов России попасть. Это не раз-два плюнуть, но это какая-то система, которая работает для того, чтобы привлекать население к занятиям физкультуры и спорта. Поэтому ура и молодцы. Сегодня показывают личным примером, что мы можем это все сделать. Поэтому надеемся, что все у нас получится. Следить за новостями телеканала Югра можно в Телеграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале Югра. Субтитры создавал DimaTorzok